приветствую вас дорогие мои друзья вы на канале таро angel planet приветствую своих постоянных зрителей и новых подписчиков сегодня у нас расклад расклад на колоде таро манара она эротической сексуальной колоде и мы сегодня научимся читать знаки знаки судьбы для обожествления женской энергии как стать богини примем все советы до чтобы привлечь к себе женскую энергию энергию денег любви и процветания как собственно ее создавать будем в принятии в комментариях пишем принимаю с благодарностью до что что выйдет то выйдет на чем-то все равно нам надо работать расклад естественно для девочек для женщин давайте посмотрим что же нам надо делать проявляться к мужчинам проявлять к нам проявлять интерес проявлять нам интерес к мужчинам но не быть слишком навязчивыми здесь надо будет считывать состояние мужчины чтобы нам стать богинюшками и понимать удовлетворен ли будет мужчина от нашего проявления то есть тут пока не рискнешь не узнаешь но сейчас кто любит тусить барышни обрадуются скажут ура мы все делаем правильно собственно позволять себе отдыхать ходить вводить себя во вкусные места ходить по ресторанам ходить по магазинам для тех у кого это получается кто не любит ходить магазин в магазины по магазинам для этих женщин есть другой совет выгружаться по-другому собственно тут карта такая да один таком хозяйском положении позволяет себе вести себя так вот а немножечко вызывающие так официанта подзывает немножечко неравные права все таки чтобы быть богини надо себя чувствовать богини именно такие места позволяет чувствовать себя богини когда мы девочки позволяем себе отдыхать позволяем себе чувствовать себя богинями позволяем себе немножечко так заигрывать и это еще место благодарности когда мы себя чем-то благодарим благодарим за то что мы такие классные офигенные женщины благодарим себя новой одеждой благодарим себя дорогой бутылкой вина благодарим себя походом в ресторан благодарим себя вот то о чем хотели до благодарим себя какой-то выгрузкой то что никогда не пробовали или едем туда где никогда не были это такая перезагрузка еще один совет по знакам судьбы тут есть страх потерять отношения да мы никого не боимся потерять мы сами по себе изобильны этот совет такой будьте изобильны и их любовь будет к вам притягиваться не надо бояться никого потерять и также тут совет по карте все-таки мужчинам надо говорить напрямую здесь мужчина не понимает женщину женщина проявляется проявляется с женской натуры но ведет себя довольно эмоционально а мужчина эти эмоции не понимает не считывает поэтому совет по картам говорить максимально просто доносить до мужчин что же нужно что же нужно вам от них не бежать от страхов в положительном ключе это значит с улыбкой встречать даже самых неприятных мужчин потому что они неприятны только для вас они даже не знают не понимают как они для вас проявляются ну например для вас мужчина плохо проявляется и вы так его избегаете да вы можете просто делать хорошую мину при плохой игре и в принципе мужчины даже на не поймет не распознает и вы будете всегда взаимовежливо этот ну такой довольно мудрый подход ну хорошо улыбаемся всему этому и и и для сексуальной энергии мы должны позволить мужчине уходить в работу и не доставать мужчин во время работы они когда находятся в работе они ни о чем не думают по этой карте мужчина просто отключается от отношений если прямо напрямую прямо честно и откровенно не копать в мозги во время рабочего дня во время рабочего процесса у мужчины он когда уходит на работу все мужчина отключается отрубается перезагружается начинает думать о другом начинает думать у только работе мужчины однозадачный им надо думать только в одном ключе и в одном направлении поэтому когда вы уважаемые дамы барышни звоните и начинаете в мозги стучать дятлом во первых трудно переключиться они не понимают зачем это нужно и потом представляете как им трудно опять включиться в работу никогда на работе они думают только о работе и поэтому не обижайтесь если о вас не думают не об этом сейчас еще один божественный знак такой не надо тащиться за мужчинами и не надо выяснять отношения на публике и не надо что называется брать не свое иногда больше зависти происходит иногда происходят какие-то моменты в жизни что вот хочется мне мое вот это вот все хочется это не только же касается мужчин это касается вообще просто желаний когда женщина заходит в магазин с пирожными и видит большой выбор большой ассортимент хочет всего и сразу если бы она сказала дайте мне всех пирожных и действительно вселенной бы исполнила она просто лопнула объялась бы этими пирожными всему свое время не дает вселенная сразу съесть слопать буквально все пирожные но никак но нельзя это экологично также и с мужчинами в отношениях также и вообще в отношениях не только с мужчинами с другими людьми и также в отношениях пирожные от аллегория в отношении каких-либо хотелок хочу чтобы меня было вот это хочу чтобы было вот так всего всему будет свое время но ни в коем случае не надо прям поэтому сохнуть потому что ваши мысли будут только об этом вы на этом зациклитесь и хуже кому будет хуже можете сделать сами себе да и плюс еще как-то люди со стороны будут видеть что вы прямо помешаны на каких-то вещах на каких-то идеях да это об идее фикс и все люди знают об этом это приводит к утечке энергии вашей это никак не ведет к развитию божествление люди просто со стороны смотрят на вас ну так посмотрим что из этого выйдет говорят они и вам это тоже не пригодится что называется вот тут самый пожалуй будет по этой карте серьезный совет для женщин в обожествление себя с любого дна придется подниматься любые унижения которые были в вашей жизни они были как пройденные уроки они были необходимы они были нужны они вас привели капли к определенному уровню вы сейчас может быть думаете что как-то понижен ваш социальный статус унижена ваша женская какая-то благородная суть да и вас растоптали очень трудно подняться но тут я вам могу сказать что кроме вас дорогие барышни любимые милые женщины никто вас не поднимет кроме себя самой и искать ради этого мужчину не обязательно чтобы себя поднять сам себя не похвалишь никто себя не похвалит сама себе не позаботишься сама себе не позаботишься никто не позаботиться и у дна есть одно преимущество пути есть только наверх тут все равно надо вставать из абьюза из унижений вставать и забывать идти из гордо поднятой головой все что по этой карте конечно показывается если прямо сильные серьезные моменты были но еще в совокупности например у нас шестерка огня если мы посмотрим о благодарности себе есть очень много всяких тренингов есть куда выгрузиться до поход к психологу если не можете как-то поднять себя сами какими-либо другими методами вы можете вложиться в себя чтобы понять себя осознать себя что же это было и как это было и как дальше жить это в каких-то тяжелых стрессовых ситуациях это как-то прямо униженные ниже плинтуса когда не понимаете как себя поднять когда нету сил да вот сюда идти выгружаться когда что происходит идет побег вы боитесь и мужчины вообще страха глаза велики вот по этой карте женщина бежит избегание никогда не дает энергии идея фикс не дает энергии забирают мы же хотим стать богинями не поможет нам не идея фикс не избегание недоверия но и вот в этом состоянии мы не сможем стать богинями девочки в этом состоянии мы никак не не будем в ресурсе состояние вот это не ресурсным и карта говорит о том что такой момент происходит во первых это пятерка земли что надо заземлиться по этой карте нужны медитации нужны расслабляющие массажи нужна какая-то терапия нужен психолог по этой карте нужно какая-нибудь сауна расслабление медитации с мантрами с музыкой по этой карте еще тут много мусора на тут скажем так карта такой чистки да надо зачистить поля когда надо все-таки прибегать к этой энергии тизации и только тела на и пространство по этой карте девчули выбрасываем старье весь хлам из дома что делает вот это вот весь мусор он к себе тоже привлекает внимание вы просто находитесь на уровне мусора и люди со стороны на замечают что это состояние мусора состояние униженности этот мусор надо просто выбросить вы чистите дом вы чистите пространство вы чистите поля свои энергетизируете их наполняетесь наполняетесь энергией ну где угодно в чистом здоровом теле здоровый дух входите в баньку попарьтесь лучше париться в бане чем париться мозгами и ментально вот по этой карте и как-то вот это учрежительное состояние она будет постепенно проходить это кстати говоря хороший такой посыл для обожествления по этой карте вы возвращаете себе энергию наполняетесь восполняете все и возвращаетесь к жизни хорошая карта интересная вы привлекаете мужчин на самом деле чтобы быть привлекательной нельзя себя задвигать в дальний ящик тут из-за угла мужчинки они такие маленькие а выводу такая великая или за вами они наблюдают и прямо-таки желают стоят и из-за угла наблюдает и вас желают нельзя прятать свою женственность иногда надо ходить выгуливать свои платьица каблучки редко но метко не получается часто но хоть как-нибудь хоть когда-нибудь чтобы вас замечали для чего придумали инстаграм да ну заметьте меня пожалуйста пожалуйста по крутитесь до сходите туда где можно себя показать и людей посмотреть тут у нас идут раздирающие чувства раздирающие чувства это сомнения с одной стороны совет будет в себе не сомневаться другой стороны если вы состоите в отношении в каком-нибудь любовном треугольнике вы создаете кармическую взаимосвязь это такая триангуляция вся планета покрыта этими треугольниками кто-то замужем женат у кого-то есть любовник любовницы и вот эти вот треугольники прям целый земной шар покрывают хотите выйти из кармической завязки из этого месива из всего выходите во первых из любовного треугольника как бы вам не было больно и тяжело разрубайте эти связи иначе вы будете страдать вот по этому состоянию надо будет себя из полной попаньки вытаскивать и не сомневайте в себе вам не нужны эти страдания вы же уверены в себя женщины из-за неуверенности вы думаете с вами никто не останется нет у нас вот тут по совету был да что мы уверены в себе барышни и мы сами создаем любовь и к нам любовь притягивается а вот по этой карте можно сказать что позволяйте себе сексуальные фантазии позволяйте и вместо быть может быть они не для всех они довольно интимны но иногда надо отпускать мозги и позволять себе маленькие женские радости в раскрытии сексуального характера кстати говоря тут еще карта такая карта госпожи надо чтобы и мужчина делал вам приятное благодарить мужчину за то что он вам делает приятно чтобы ему еще больше хотелось сделать вам приятное вы немножечко добавить и женственности хотя бы в суп хотя бы в омлет и это уже будет обожествление вы будете богини и вы тут будете конечно же госпожой и мужчина будет вам делать приятное принимайте потому что сначала вы сделали приятные да потом мы вам будут делать приятные и чем больше вы будете принимать тем больше будет приятного по этой карте по совету мы тут уже досмотрим мы выходим из абьюзивных отношений вот по этому ряду и стройничков и с этот реангуляции ни за кем не тащимся поднимаемся и стресса и тут весь негатив тает уходит обида и дают старые проблемы как старый снег где-то в ночи там девушка растворяется также и ваши обиды должны раствориться вот он прошлогодний снег чем хорош напитав до какой-то черноту с улиц грязь он тает все уходит вниз в пол в землю да он туда вот это кстати говоря все заземление хоть и здесь и семерка воды семерку воздуха вернее все о заземлении но чтобы простить чтобы взлететь нужно простить отпустить слить тут не только жунда у нас психолог чистка и так далее начать новую жизнь как вот прошлогодний снег растаял он нам больше не нужен нам нужен новый да новый снег выпадет чистенький в следующем году для этого конечно же нужно время для этого конечно же нужно вот это вот все вот это пережить для этого конечно же нужно действовать принимать для этого нужно уже себя благодарить и быть богиней а здесь прощать и отпускать и изобью за просто выходить выходить из этих отношений и придет как раз та самая божественная энергия богини ну что ставь лайк если вы не подписаны не забудьте подписаться я жду вас на личных раскладах консультациях на ритуалах гармонизации на обучение таро я желаю вам удачного дня и хорошего настроения а вы будьте богинями пока пока